Глава вторая. И, наконец, судьба послала ему одну удивительную встречу, послужившую началом событий. Направляясь по вечерам в Чайхану, Хаджан Асредин всегда проходил мимо одного глухонемого нищего, сидевшего под камышовым навесом у входа в старую полуразвалившуюся мечеть Юхаршат. По виду это был самый обыкновенный нищий, ничем не отличавшийся от своих бесчисленных собратьев, что во множестве сновали по базару, бродили по улицам, густо роились вокруг мечети, гробниц и прочих священных мест, способствующих размягчению сердец правоверных, а главное ослаблению завязок на их кошельках. Одно только было непонятно в этом нищем, почему он избрал для себя мечеть давно бездействующую, никем не посещаемую и малопригодную для процветания его ремесла. Получив от Хаджина Средина, ежедневный полтаньга, нищий благодарил молчаливым поклоном, кротким взглядом добрых старческих глаз, как бы вернувших себе из далекого прошлого детскую ясность, сворачивал свою дырявую подстилку и удалялся в мечеть в развалины, где, по-видимому, и жил, деля свое одиночество с летучими мышами и совами. И вот однажды глухонемой нищий вдруг заговорил. Случилось это в конце зимы, в ненастных сумерках. Тучи закрывали зарю, крапил косой редкий дождь, свистел в оголенных деревьях ветер, рябил тусклую воду в лужах, трепал и заворачивал камышовый навес над головой старого нищего. Хаджан Асреддин остановился перед ним, полез в карман за монетой, но достать не успел. Нищий простер к нему иссохшую руку и проникновенным голосом сказал «Не печалься, Хаджан Асреддин, скоро ты сбросишь свои темные очки». Хаджан Асреддин так и замер на месте с вытращенной глазами, приоткрытым ртом и рукой засунутой в карман. Он хорошо знал все хитрости нищих. Не удивился бы тому, что глухонемой заговорил, но откуда старик знает его имя? Нищий угадал мысли собеседника «Не бойся меня, Хаджан Асреддин». В глубине его бледных глаз вспыхнул свет. «В надежде получить от тебя помощь, я уже много лет стремлюсь к беседе с тобой, но до сих пор это никогда не удавалось мне. Хотя я неоднократно видел тебя и раньше. Я видел тебя в Бухаре, когда сидел со своей чашечкой возле водоема ля-бихаусса. Видел тебя в Самарканде». Подожди, подожди, перебил Хаджан Асреддин, удивление которого возрастало с каждым словом нищего. «Каким образом и откуда ты узнал о моем пребывании здесь? Ты вселил в мое сердце тревогу. Извергни ее из своего сердца. Во всей округе только я знаю о твоем пребывании здесь. Мне рассказал об этом один мой духовный брат из нашего тайного братства, молчащих и постигающих или иначе звездностранственных дервишей. Проходя в начале зимы по базару, он случайно увидел тебя как раз в тот момент, когда неосторожный носильщик сбил своим тюком на землю твоей. Темные очки». «А-а-а». «Припоминаю», — отозвался Хаджан Асреддин. «Однако у твоего духовного брата изрядно острые глаза, если он успел в одно это мгновение опознать меня». «Уверен ли ты, что он не сочетает тайного братства молчащих и постигающих с другим и тоже тайным братством подслушивающих, подсматривающих и выслеживающих?» «Не греши», — строго остановил его нищий. «Это был добродетельный брат, память о котором для меня священная, ибо он уже перешел из бренного земного бытия в иное, высшее состояние». «Прости меня, мудрый старец», — сказал Хаджан Асреддин, чувствуя к Дервишу внутреннее влечение и доверяясь ему. «Скажи теперь, почему именно сегодня ты обратился ко мне?» «По нашему уставу я в течение трехсот шестидесяти трех дней в году глух и нем», — ответил старик. «Ты первый, с кем я заговорил после годового молчания. Именно сегодня начались те мои два дня, когда я волен снять печать со своих уст. Что же касается прежних встреч, то они всегда бывали либо раньше, либо позже этих дней, и я молчал, хотя сердце мое стремилось к тебе, и душа обливалась слезами». «Говори, говори, в чем твое горе? Какой помощи ты ждешь от меня?» — воскликнул Хаджан Асреддин, тронутый словами старика. «Может быть, ты нуждаешься в деньгах, почтенный старец? У меня как раз припрятаны в укромном местечке сто пятьдесят тайга, о которых моя жена ничего не знает. Я Дервиш, и не ищу в мире никаких выгод, кроме духовных», — ответил старик с достоинством. «Нет, не о деньгах, я прошу тебя». Однако здесь, на дороге, на холодном ветру, не место говорить о подобных вещах. Идем со мной». Они пошли в разваленные мечети. Старик провел гостя в маленькую келью, каким-то чудом уцелевшую от землетрясения. Зажег с помощью огнива светильник. Хаджан Асреддин увидел в углу солому, постель старика, глиняный кувшин для воды, черепок, накрытый темной черствой лепешкой, объеденный мышами по краям. Больше ничего не было в келье. Да больше ничего и не нужно было старику, постигшему всю глубину и всю мудрость учения Дервишей. Взяв лепешку, старик осторожно обломал в ладонь объеденные края, высыпал крошки на лоскут, постеленный в углу перед мышиной норкой. Затем разделил лепешку пополам и подал одну половину гостю. «Поужинаем сначала перед нашей беседой». Гудел за стеной ветер, проскальзывал в щели, пригибая и колебли тонкое пламя светильника. В торе качанием огня по стенам и потолку качалась тень, то застилая, то снова открывая худое горбоносое лицо старика. Здесь, в этой убогой келье, под унылый свист ветра, под слитный шум упорного дождя, под мышиной пиской, возню в соломе, началась их беседа. Старик полез куда-то в угол, достал из-под соломы узелок, развязал его и высыпал на каменный пол горсть мелкого серебра. «Вот деньги, которые ты опускал в мою чашечку. Я сберег их все. До твоей вчерашней монеты. Возьми, присоедини к тем ста пятидесяти тайга, о которых не знает твоя жена». «Никогда еще я не брал назад свои милости», — не возразил Хаджан Асредин. «Оставь у себя эти деньги, почтенный старец, и при случае отдай какому-нибудь обремененному семьей бедняку. А теперь скажи, какой помощи ты ждешь от меня?» Не ответив, старик погрузился в глубокое раздумье, тягостное для его сердца, судя по вздохам, которыми оно сопровождалось. Прошло много времени. Фитиль нагорел и потрескивал, разбрасывая искры. Осевшее пламя едва теплилось. Хаджан Асредин палочкой осторожно снял нагар. Пламя вспыхнуло, осветив старика, и он поднял голову. «Ответь мне сначала, Хаджан Асредин, познал ли ты уже свою веру?» «Свою веру?» — удивился Хаджан Асредин. «Но я знаю ее с детских лет. Ислам — вот моя вера, хотя должен признаться, что частенько против нее грешу». «Это общая вера», — сказал старик. «Но каждому из живущих открывается еще своя особая частная вера, существующая только для этого человека. Я спрашиваю о твоей частной вере только для тебя». Хаджан Асредин вынужден был сознаться, что своей частной веры еще не знает. «Так я и думал», — заключил старец. «А между тем в ней так как раз и содержится ключ ко всем загадкам, которые мучают нас. Познай свою веру, и тьма станет для тебя светом, путаница ясностью, а бессмыслица соразмерностью. Твоя жизнь, о Хаджан Асредин, всегда была многодеятельной. Но раньше, раньше это касалось только внешнего его течения, в то время как дух, не смущаемый никакими поисками, вполне обходился простым здравым смыслом и беспрепятственно наслаждался всей полнотой своего родства с миром. А теперь, теперь деятельность передалась вовнутрь, захватила дух, который как бы тоже завел своего Ишака, и с ним кочует из Бухары причин в Стамбул следствий, Багдад сомнений, Дамаск отрицаний. Ищи свою веру, Хаджан Асредин, если сам не сможешь, я подскажу. Хо-хо, мудрый старец, ты заглянул на самое дно моей души. Тебе известны все мои сокровенные помыслы. Известны, утвердил старец. Знай, что я мысленно сопутствую тебе во всех твоих скитаниях, соучаствую во всех твоих делах. И где бы ты ни был, и что бы ни делал, все, все до последнего слова, оброненного тобой, доходит до меня и запечатлевается в моей памяти, чтобы затем переплавиться в добродетельное размышление. Во мне ты видишь как бы самого себя, но уже перешедшего в заключительный срок земного бытия, когда на смену бурям и страстям приходят покой и мудрость. Великий Аллах! Поистине удивительный случай. Встретить на дороге самого себя, но уже стариком и в образе нищего. В голове у Хаджина Средина слегка гудела. Старик своими странными речами сбил его с толку и поверх недоумения. Но это было только начало. Еще много удивительного предстояло услышать ему. — Почтенный старец, но в чем же все-таки заключается то дело, ради которого ты обратился ко мне? Дервиш опустил седую голову. Близок, близок час, когда безгласно и бездыханно и возглягу я на погребальные носилки. — Отозвался он с глубокой скорбью в голосе. — Предвидение этого часа наполняет меня трепетом, и в слезах я обращаю к тебе свои мольбы. Помоги! — Чем? Поднять тебя с погребальных носилок? — Нет. Спаси мое духовное существо от возвращения в низшее первоначальное состояние, в котором я уже был когда-то в незапамятные времена. Сколько перевоплощений прошел за это бесконечное время мой дух! Сколько тяжких усилий он совершил на пути к совершенству? А теперь, по моей преступной нерадивости, ему предстоит начать весь круг сызного с первой, самой несовершенной ступени. — Милостивый Аллах! — воскликнул Хаджан Асреддин, тряся головой. — Я ничего не понимаю! Ну, как есть ничего! Скажи мне простыми, ясными словами, что нужно тебе от меня! — Якорь спасения в твоих руках! — повторил старик. — Но вижу, ты не поймешь меня, пока я не открою тебе некоторых тайн, известных нам, молчащим и постигающим. — Ну, хорошо! — покорился Хаджан Асреддин, видя, что другим путем добиться от старика толкового ответа нельзя. — Хорошо? 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 Хорошо. — Я готов к принятию твоих тайн. — Тогда начнем во имя истины! — сказал нищий торжественным голосом. — Только пересядь сначала на другое место. Мои мыши боятся, до сих пор не вышли к ужину из своей норки. Хаджан Асреддин пересел на другое место, мыши вышли из своей норки и поужинали, и после этого старик молитвенно огладил ладонями бороду и возгласил. — Да благословит высшая мудрость нашу беседу, и ниспошлет тебе дар понимания, а мне — дар ясности и глубины в моих словах. Он закрыл глаза и несколько минут молчал, сохраняя на лице важное сосредоточенное выражение, точно прислушиваясь к таинственному голосу изнутри, а потом лицо его прояснилось, он поднял палец, призывая гостя ко вниманию. Тайна старца о перевоплощениях духа оказалась давно известной Хаджан Асреддину из бесед с индийскими дервишами, но вежливости ради он молчал. Незаметно мысли его отвлеклись в сторону к семье, к близящейся весне, и от поучений старика остался лишь однозвучный голос, подобный мерному жужжанию прялки, а слова исчезли. «Через неделю подует южный ветер, дороги размякнут, снег на перевалах осядет», — подумал Хаджан Асреддин. «Пройдет еще неделя, и поднимутся в путь дальний караван, поднимутся кочевники со своими стадами, а прялка все жужжала и жужжала». А еще через минуту в келье послышался легкий храп с переливами и нежное посвистывание носом, Хаджан Асреддин спал. Губы его приоткрылись, тюбетейка съехала на левый глаз, голова поникла, плечи обвисли. К счастью, он сидел в тени, старец не заметил его постыдной сонливости, но великие тайны, завеса над которыми уже приподнималась, так и остались закрытыми для Хаджана Асреддина, а вместе с ним и для нас. Он спал, и сны его были далеки от всяких надземных тайн. Снились ему дороги. Дороги, о которых так неотступно думал он наяву. Шумные базары — столь мило его сердце. Верблюжьи караваны в пустыне, горные перевалы, где путники, держась за общую веревку, восходят сквозь мокрые плотные облака. Он видел слепящий синий пламень южных морей, зыбкие, хрустально-гладкие валы, тяжеловесно катящиеся под высокий нос корабля. Скрежет и ползанье вдоль бортов ржавой рулевой цепи, выгнутые полный ветром паруса турецких филюк. Тебетейка соскользнула с головы Хаджина Средина и упала ему на колени. Он сдрогнул и проснулся. А дервиш все продолжал свое поучение. Могут спросить, где же находит свое новое воплощение наш дух, покинувший Землю? И где пребывал он раньше, до появления на Земле? А планеты? А звезды, рассеянные во Вселенной? Мы приходим на Землю с какой-то звезды и уходим на звезду. Мы – звездные странники Охаджана Средин. Вот почему звездный купол влечет к себе наши взоры и наполняет нас возвышенным умилением. Мы видим над собою нашу вечную и безграничную родину, от которой получили свое бессмертие. Хаджана Средин решил, что настало время задать старику какой-нибудь вопрос и этим затемнить свою постыдную сонливость. О, мудрый старец! Мне часто приходилось видеть падающие звезды. Как понимать их падение? Ведь хорошо, если оборвалась и упала та звезда, на которой я уже побывал в одном из прежних своих воплощений. Но что, если упадет та, на которую я должен переселиться? Где же мой дух будет ее разыскивать по окончании земного бытия? И куда он должен деваться, если не найдет ее во Вселенной? Старик слегка опешил и, откинув голову, долго смотрел на Хаджуна Средина с утомлением во взгляде. А я только что хотел похвалить тебя за усердие, с которым ты вникал в мои поучения, не перебивая хода моих мыслей глупыми и неуместными вопросами, — сказал он с неудовольствием. Однако уже поздно. Уже пропели предполночные петухи, и городская стража ударила барабаны, призывая жителей тушить огни в очагах. Иди с миром домой. Подумай о тайнах, которые я поведал тебе. А завтра вечером приходи опять, и мы продолжим беседу. Хаджан Средин встал, молча поклонился нищему, вышел из кельи. Ночь встретила его сырым ветром и теменью, непроглядной, как тот мрак невежества, в котором пребывают многие ленивые духом и разумом. Но дождь прекратился, и тучи поредели. В просвет, обозначившийся на западе, выглянула одинокая звездочка, роткая, словно бы вся заплаканная. Удивленно смотрела она с высоты сквозь мокрые ресницы на черную холодную землю. И столько ласковой кротости было в ее сиянии, что Хаджан Средин, умилившись, пожелал непременно попасть на эту именно звезду, если уж звездные странствия действительно суждены ему. О, прекрасная голубая звездочка! Будь приветлива ко мне, когда придет мой час мысленного воскликнул он, воспарив своим бессмертным духом надземные выси. Но как раз в эту минуту его смертная плотская оболочка поскользнулась на жиденьком мостике из двух жердочек и шумно, с плеском и брызгами, свалилась в глубокий арык, полный ледяной воды. Хаджан Средин промок до нитки, вывозился в грязи, продрог, посинел, прежде чем добрался до дома. И куда только носит тебя шайтан в такую темень? Бронилась Гюльджан, развешивая перед очагом его мокрую одежду. Он молчал, ругая в душе последними словами благочестивого старца со всеми его звездностранственными поучениями, ради которых приходится совершать по ночам столь прискорбные земные странствия. Однако на следующий вечер он опять сидел в той же келье, слушая второе поучение нищего. На этот раз он узнал, что для каждого воплощения есть свой особый закон, который наш дух обязан исполнить, дабы закончить воплощение более совершенным и обогатиться новыми свойствами, необходимыми для перехода в следующее – высшее бытие. Что же касается земного воплощения, говорил старик, то его закон – это закон деятельного добра. Знай, будущие радостные века земли принадлежат деятельным, назову их борющимися и созидающими дервишами, которым и предстоит окончательно сокрушить земное зло. Ты, о Хаджана Среддин, предтеча этих богодоблестных созданий. Вот почему смысл твоего земного бытия столь значителен, что должен послужить примером для многих поколений после нас. Хаджана Среддин с неподдельным вниманием слушал пророчества нищего о райском расцвете земли. Не раньше, правда, чем тысяч через пятьсот лет. Старый дервиш был точности осведомлен о своем бессмертии, поэтому держался с веками и тысячелетиями запросто на дружеской ноге. Но Хаджуна Среддина такой срок повергал в уныние. Он привык считать землю своим родным домом, а не случайным караван-сараем на путях звездных странствий. И ему хотелось поскорей навести в этом доме порядок. Пятьсот тысяч лет! Умственный взор его терялся в этой невообразимости. Но время шло к полуночи. Хаджана Среддин попробовал вернуть звездностранственного старца из его туманных парений к земле, к тому делу, ради которого они сошлись в этой келье. Чувствуя себя достаточно просветленным о вещи старец, заговорил он со всей возможной почтительностью, я полагаю, позволю себе, так сказать, дерзость в расчете на твое снисхождение. Ну, что теперь смог бы уразуметь? Какой именно помощи ты ждешь от меня? Осмелюсь добавить, что время позднее, а минуты летят. Поведай же мне о свое дело. Старик поник головою. Дело это многодробное. Ну, говори, берусь исполнить, лишь бы оно не выходило за пределы человеческих сил. Впрочем, если и выходит, но не слишком далеко, я тоже исполню. Глубоко вздохнув, старец начал свой рассказ. В те дни, когда я ничего еще не знал о братстве молчащих и постигающих, когда я был богат и вел мерзостный образ жизни, предаваясь наслаждениям и различным порокам, когда мне еще и в голову не приходило раздать все свое имущество бедным, а самому остаться нагим и боссом. В те дни, в числе прочих богатств, я владел одним горным озером, находящимся здесь, в Фергане. И вот однажды, о черный день моей жизни, я проиграл это озеро в кости некоему Агабеку, соединяющему в себе свирепость дракона и бессердечия паука. Завладев озером, Агабек поселился на его берегу и обложил несчастных жителей такими неслыханными поборами за воду для поливов, что многие впали в бедность, а иные разорились совсем. Скрытое рыдание перехватило голос старика, остановив на минуту его речь. Он справился со своим волнением и продолжал. Каждый год с наступлением весны ко мне бегут слухи о свирепости и корыстолюбии этого человека. И я мучаюсь, проливаю слезы, терзаюсь раскаянием, но исправить ничего не могу. Подобно камню висит на мне это зло. И когда я окончу земной путь, оно воспрепятствует моему переходу в иное высшее бытие. Ибо дух человека не может считаться достигшим в должной степени совершенства, если на земле после него осталось посеянное им и неисправленное. «Понимаю, понимаю», – подхватил Хаджана Среддин, заметив, что старец справляет крылья, готовясь опять воспарить. «Значит, я должен отобрать у Агабека это озеро». «Ну, ты прав, о многомудрый наставник. Такой задачи я никогда не смог бы для себя уяснить, не выслушав предварительно всех твоих поучений. Слушай же, я никогда не видел этого Агабека, но заранее тебе ручаюсь, что его доходы сильно уменьшатся в этом году. Говори, где находится оно, твое озеро?» Старец молчал. В ночной тишине Хаджана Среддин услышал далекое пение полночных петухов. Последний, второй день старца окончился, и его уста сомкнулись до следующей весны согласно обету. «Одно слово!» – в тревоге воскликнул Хаджана Среддин. «Одно только слово! Где?» Старец молчал. Хаджана Среддин не мог скрыть досады. «На все нашлось у тебя время, достопочтенный старец!» «На длинные звездностранственные разговоры!» «На поучения о мировом свете!» «Но одно единственное, земное слово!» «К тому же самое нужное!» «Тобой не сказано!» «Последней секунды тебе не хватило!» В невыразимой скорби, в отчаянии нищий закрыл ладонями худое изможденное лицо. Жалость горячей волной толкнула Хаджуна Среддина в сердце. Щеки залились жгучей краской следа. «Прости! Прости меня за жестокий упрек!» – воскликнул он, коснувшись рукой плеча нищего. «Утешься! Я знаю! Твое озеро в горах Ферганы! Этого достаточно!» «Я найду озеро и найду Агабека! Клянусь той звездой, на которую мне предстоит переселиться!» «Как только зацветет миндаль в моем садике, я тронусь путь!» «Совершенствуй спокойно свое духовное существо и дальше, воззвездностранственный старец!» «Все остальное предоставь мне!» Возвращаясь в темноте домой, шагая по лужам, он то усмехался, то погружался в раздумья. «Безумец ли мудрец этот нищий?» – спрашивал он себя. Ночь была холодная, сырая, но в пахучей влажности ветра, в чистоте и ясности звездного блеска чувствовалась близость весны. Хаджан Асреддин свернул в свой переулок. Здесь у дороги стоял дуплистый, хорошо ему знакомый тополь, очень старый, судя по рубцам и черным мозолям на его заскорузлой коре. Сейчас ствол его был невидим в темноте, сливший воедино землю, дома и заборы, но раскидистая крона тонко сквозила на темно-прозрачном небе слегка серебристым от звезд. Подпрыгнув, Хаджан Асреддин поймал нижнюю ветку тополя и, осторожно, чтобы не сломать, потянул к себе. Всего неделю назад тополь был безжизненным, в тяжком зимнем сне, как в смерти. А сегодня под пальцами яственно обозначились почки, еще не клейкие, но уже благоухающие. И, приникнув ухом к морщинистой коре, Хаджан Асреддин уловил слабый, едва заметный звук, подобный стону далекой струны, то ли гул полуночного ветра, а то ли начавшееся внутри тополя сокровенное движение соков от корня к вершине. Субтитры создавал DimaTorzok